Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ В Украине уже нужно переходить от теории к практике. До этого все конференции были больше теоретические. Для Украины это было ново. Сейчас же специалисты и родители нуждаются в практике. Именно поэтому мы нацелены на такие тренинги, мастер-классы. И сегодня в наших гостях очень впервые в Украине приехал на первую международную конференцию Стивен Шор. Стивен Шор это профессор, автор книг и взрослый человек с аутизмом. Это очень большое событие для Украины, потому что Стивен Шор уже побывал практически по всему миру и у него есть огромный опыт. И также Билл Петерс, ментор для родителей детей с аутизмом и самих детей, который уже год, больше года работает с Украиной. Это видно по его прекрасному шору. Да, она же объяснила много-много городов. Я думаю, что Ира больше расскажет про его деятельность. А вы же забыли представить Ирина. Ирина Сергеенко, это директор по развитию фонда ДТНС по имбуднем, который является организаторами первой международной практической конференции по аутизму. Да, также я курирую пребывание Билла Петерса в Украине. Билл Петерс проводит очень большую работу, поскольку он один из немногих взрослых аутистов, которые могут и готовы работать, особенно в Украине. Что он делает? Он ездит по разным городам, и там он работает с семьями как индивидуально, помогая им понять их ребенка и наладить с ним контакты и отношения. И помогает также центрам там, где у них не хватает информации, к сожалению. Я думаю, Билл немножко уже понимает и украинский, и русский язык. Но это здорово. Сейчас есть большая нехватка в информации по аутизму, собственно, как и раньше. И люди уже знают, что это можно требовать, можно искать и можно находить. А Билл является одним из таких ресурсов, которые люди приглашают к себе в центры, в школы, на лекции про аутизм, что это такое, как с этим работать. И Билл уже был практически по всей Украине, в некоторых местах уже и по нескольку раз. Стивен Шор, как сказала Ирина, международный, один из самых известных спикеров, которые рассказывают про аутизм. Также он профессор по спецобразованию. То есть он преподает, как работать и как обучать людей с особыми потребностями. Украина – это 50-я страна, в которую он приехал, так что юбилейная. Great. И мы очень рады его видеть на нашей конференции. Давайте тогда поговорим очень конкретно, чему будет посвящена конференция. Потому что я так понимаю, что речь будет идти об инклюзии. Вне школы, в школе. И давайте на это сейчас обратим внимание. Будем ли мы говорить о том, как это поставлено, как это работает в Украине? Или мы будем говорить о чем-то более конкретном? Что и как нужно делать, чтобы достигать все-таки этой инклюзии? О чем бы вы хотели сегодня говорить? Потому что я думаю, что аудитория на самом деле у нас достаточно большая. К сожалению, большая. Тех, кто нуждается в том, чтобы обсудить это. Инклюзия – это процесс. И сейчас в Украине вопрос инклюзии поднимается в основном на уровне школ. Однако люди с особыми потребностями должны быть в инклюзии не только в школах и не только в образовательных учреждениях, а в обществе в общем. Поскольку они такие же украинцы, как и мы в Украине, они тоже имеют право ощущать себя частью нашего общества. Да, где-то им нужна поддержка. Но при соответствующей поддержке и своевременной помощи в детстве они вполне могут становиться полноценными членами общества. Стивен Шор – это одна из основных точек его лекции, когда он рассказывает об инклюзии, почему она важна. Давайте здесь поставим точку и зададим ему этот вопрос. Стиву пусть он объяснит, почему это. А потом я немножко добавлю, да, сразу же, это недолго, потому что это очень важно. Дело в том, что в этом году начали работать программы «Аутизм-френдли-спейс», где задействованы мы как организаторы, задействованы все общественные организации, волонтеры, которые хотят к этому присоединиться. И сейчас мы благодарим фонд ДТНС «Моим Ботнем», который составил программу конференции именно так, чтобы это было полезно для нашего общества сейчас. Давайте адресуем нашу вопрос. Can you talk a bit about inclusion and why it is important, both in and outside the schools? Yes, inclusion is so vitally important because the world is not a separate special education school. We all need to be together, working together and supporting each other. And what I find is that whether… Excuse me. We need to make a translation. Oh, I'm going to make a translation. A step-by-step for our audience. All right. Thank you very much. And what I find, whether it's a school, whether it's a community, whether it's employment, that when we make adaptations for people who have special needs, things become better for everybody else as well. And related to that, I find that when talking to teachers or supervisors in employment situations, that when they do… When they do include people with differences, they become better teachers and they become better supervisors overall. So, in summary, inclusion is good for everybody and the more we can include people, of all kinds of abilities, the better off we'll be as a society. И если суммировать, инклюзия важна и нужна для всех. И чем больше мы будем включать в свое общество людей с разными способностями, тем лучше будет для всех. Bill? I'm going to build on what Stefan said, which is really to have an equal society, a society that works for everyone. You have to have inclusion. Not just in school, but in life, in politics, everywhere. Not just for school or work or what not. Bill хочет добавить к тому, что говорил Стивен, и он говорит, что чтобы создать настоящее равноправие, инклюзия должна работать везде и для всех. То есть не только в школах, но и в политике, на рабочих местах и в обществе. Да, кстати, в Украине сейчас немножко уже начинаются подвижки в этом направлении. Допустим, в Мелитополе знаю человека с ментальной инвалидностью, который преодолел свои проблемы, социализировался и даже хотел стать, работать в районной радио у себя в городе. Поэтому мы идем вперед в этом направлении. У меня вот все-таки вопрос к Стивену. Вот 50 стран он объехал, он видел много историй, касающихся инклюзии. И вот какие главные проблемы он определяет именно в инклюзии? И отличаются ли эти проблемы в зависимости от стран? Или это общее такое? Стивен, вопрос. Вы были в 50 странах, и вы видели, как инклюзия работает. or doesn't work all over the place. So, are the problems that you see with implementing inclusion and inclusion itself the same all over the world? Or are the problems specific to each country? Well, what I find is that different countries are at different levels of what I call the three A's of autism. Значит, каждая страна, которую он посещает, страны находятся на разных уровнях того, что Стивен называет три А-аутизма. The first A is what I call awareness. Значит, первое А – это awareness, что переводится как знание О. То есть это, в принципе, вы знаете о том, что такое существует и примерно что это. And countries that are at different levels of awareness, some countries we find prevalence rates of 1 in 59 and it could even be as high as 1 in 38, like it is in South Korea. So, we are getting better at recognizing autism, whether it's in the community, at home, in the family or at work. То есть уровень знаний про аутизм везде разный. И даже статистика аутизма в странах, где она есть, есть очень разная. То есть в Штатах, например, это один ребенок из 59, а в Южной Корее один из 39. То есть это, в принципе, показывает, что есть диагностика аутизма и что люди это воспринимают и не боятся диагноза. The second A is acceptance. And what that means is that we transition from a deficit-based model and looking at autism as a series of disabilities, disorder and deficit, and moving towards an abilities-based way of thinking of autism. Значит, принятие это значит, что мы переходим от дефицитной модели, то есть когда мы смотрим на дефекты, то есть вот он не может вот это, у него проблемы с этим, он не может то, а на модель умения. То есть мы смотрим, а что он умеет делать, что он хорошо делает. И вот именно через эти навыки человек потом может найти себе работу и найти себя в жизни. То есть находить те характеристики, те умения, которые помогают потом человеку определять. То есть использовать то, что лучше, что уже есть в человеке. Ну, тот опыт, который у него уже развит. Вот так правильно будет сказать. Ну, то, к чему у человека есть склонности и талант. Например, если у вас плохо с математикой, то вы не пойдете быть бухгалтером. То есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, то есть если мы смотрим на сильные стороны, то вместо того, чтобы говорить, что, ну, вот этот человек, он может сказать им только два-три слова и не больше, вместо этого мы говорим, что этот человек общается с помощью альтернативных способов, то есть это может быть как жестовая речь, так и речь с помощью карточек или же с помощью компьютерных программ. То есть мы работаем вместе с склонностями человека вместо того, чтобы идти против них. Третья А – это «appreciation», то есть это когда мы как даем позитивную оценку, то есть нам уже нравится, мы находим позитивные стороны. And what that means is valuing the contributions that autistic people can make to society. То есть мы ценим то, что аутисты могут принести в наше общество. And we have an extremely good example here with Bill Peters. И Билл тут является прекрасным тому примером. And we see Bill has particular skills and abilities in connecting with autistic people, also understanding political processes and getting things done. We look at what Bill can do. То есть у Билла есть прекрасные навыки в том, чтобы входить в контакт и понимать других аутистов. И мы используем эти навыки. Также у него есть понимание того, что происходит в обществе и как выстроить систему, чтобы она работала. И, соответственно, мы очень активно используем эти навыки и мы ценим то, что Билл делает в Украине для нас. And suddenly it comes to my mind that there's actually a fourth A. И Стивен только что понял, что есть еще четвертое А. And that fourth A is action. Это action, действие. So that means listening to autistic people, such as Bill Peters, such as myself, such as others, who understand autistic individuals and implementing suggestions and including people with autism, including others with special needs as well. And thus improving society for everybody. То есть действие это когда мы не только ценим то, что аутисты делают, но мы еще к ним прислушиваемся. То есть мы прислушиваемся к тому, что они могут нам сказать, посоветовать и дальше действуем согласно их словам, тем самым улучшая общество для всех. And so with the 50 countries that I've been to, and I'm happy to say Ukraine is country number 50. Так что, да, из 50 стран, в которых был Стивен, и Украина 50-я. And the main differences between the countries where they are on these three, and actually now four A's of autism. То есть главное различие между странами, это где они находятся от этих трех, но теперь уже четырех А. And wherever a country is, that country can move along those three A's of autism. And it's my honor to be here with all of you here in Kyiv to work on moving through those three A's. I would actually say we're working on the four A's, not just the three, because that fourth one is really important. Um, but I wouldn't be here if it wasn't for Стивен. Но Билл тут бы не было, если бы не Стивен. I met him many years ago at an autism conference in my city. Билл встретил Стивена на конференции по аутизму в его родном городе много-много лет назад. I was the only autistic there because it was for parents. Конференция была рассчитана на родителей, и Билл там был единственным аутистом. We chatted things up, we exchanged contact information, and Стивен pointed me in certain directions that got me here. Um, and I love it here. И Биллу тут очень нравится. Uh, I'm going home for November and December, then coming back in the new year, and we'll be here early next year, and through most of next year, in and out. Билл уезжает домой в Штаты после конференции в ноябре, и планирует вернуться в январе следующего года и уже оставаться здесь практически на целый год. Ukraine has become my second home. Ну, от Украины для него уже второй дом. I have many cities that are almost like home now. Многие города для него уже почти как дом. Kiev amongst them. Вот, Kiev один из них. But, uh, I love it here. I love doing the work here. I love the people. I love, even during my downtime, hanging out with friends and families that I work with just for fun. То есть Билл любит тут свою работу. Ему очень нравятся украинцы. Ему очень нравятся семьи, с которыми он подружился. И даже когда у него, ну, вот, нет, есть свободные дни, у него тут уже есть друзья, с которыми он может провести время. I'm very fastly becoming an American Ukrainian. Вот, он очень быстро уже превращается в американо-украинца. Я хочу вас вернуть к теме все-таки инклюзии. И вот давайте поговорим немного о переходе от детского состояния, когда ребенок, ну, вот там, школа, дом еще, еще когда родители опекают, оберегают. О переходе от детской ко взрослой жизни. Насколько, вот, что здесь может быть сделано со стороны, вот, как общества, так, я не знаю, может быть, со стороны государства, так, общественных организаций. Должна быть подготовка аутистов ко взрослой жизни. Собственно говоря, стандартная школа, она никого не готовит к взрослой жизни, потому что как только ты выходишь из школы, если ты идешь на работу, у тебя появляется много новых задач, с которыми ты никогда не сталкивался. Как оплатить налоги, как устроиться на работу, как написать про себя и вообще поступить на работу. То есть сразу поднимается очень много вопросов и проблем, как себе купить еду, как себе приготовить еду, как себе найти квартиру. Огромное количество вопросов, которыми все разбираются, ну, как могут или как их научили родители. Аутистам с этим сложнее, потому что вдруг меняются правила, к которым они привыкли. И особенно если нужно переходить там на работу или самостоятельно как-то жить, это все возможно, но человека нужно к этому подготовить. Я бы хотела, да, адресовать это. Так, спасибо, да. So, guys, question about transitioning from teenage to adulthood. Like, what can be done to prepare autistic, well, use into becoming adults? Well, I think we need to consider transition beginning early. It begins as soon as we know that somebody is autistic. So, for example, at age four, my parents found me taking apart watches with a sharp knife. Значит, к переходу нужно готовиться очень заранее. Стивен говорит, что нужно готовиться с того момента, как вы знаете, что ребенок аутист. Например, его родители поняли, что что-то не так, когда он в четыре года ножиком разбирал часы. So, I would pop open the back with a knife, extract the motor, disassemble that, play with the gears, put it all back together again, the watch still worked, and there weren't any pieces left over. That's an important part. Yes, very. I couldn't do that. Значит, что делал маленький четырехлетний Стивен? Он ножиком снимал заднюю часть часов, доставал все, что там было, он с этим игрался, потом складывал все это обратно, ничего лишнего не оставалось, и часы работали. My parents, using an abilities-based approach, soon provided all kinds of other devices to take apart, and they'd make sure I get them back together again. Значит, родители Стивена использовали подход основанный на сильных сторонах Стивена, поэтому они ему давали технику, которую он мог разобрать, и собрать снова, чтобы он работал. потом обратно снова собрал. So if we look at my situation at that time, it could have looked like that I might have been a watchmaker, watch repairman, I would have needed a lot of support in communication and living as an adult, but at least this was something I could do. So if we look at Steve in that age, then you could think that when he grows, he will become a driver or someone who does things. Yes, he would need a strong support a little bit of communication, and, 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 Потом Стивен заинтересовался велосипедами, и вскоре тоже смог их разбирать до самых базовых деталей и собирать обратно. Потом это перешло на музыкальные инструменты. Однако, как мы знаем, что несколько изменений. Я научилась во время изучения проявления. Так я Hera получил его диктаж в специальную обучение, и теперь я к нашему профессию. Я вместе с такими полным надеждениям создания, подключая себя связь в современном Университете. , я проявляю себя сделанным. Я не могу помочь вам, как я поднималась. Все вышло до 100 кг, но я дам себя modelo. И я получил его绝ать. Так, тут большой кусок я переведу. В общем, если бы Стивен продолжал развиваться по той же траектории, когда он был маленьким, скорее всего, он бы чинил какие-то вещи. Но, как мы знаем, все в жизни меняется, и в какой-то момент он начал изучать аутизм. Он доизучался аутизм до такой степени, что получил докторат. Он тоже разбирал его на части, я так понимаю. Да, он примерно так и сказал. И сейчас он профессор по особому образованию. И он разбирает аутизм на части и смотрит, как это мы все можем собрать обратно так, чтобы оно работало в более широком обществе. Это только одна из частей перехода ко взрослой жизни. То есть сразу нужно думать, где этот ребенок сможет работать. Мы должны быть думать об продолжение обучения, whether это в управленном работе, или в отбивающей ученике. Другие аспекты взрослой жизни, о которых нужно думать сразу, кроме трудоустройства, это продолжение образования, будь то образование в университете или на рабочем месте. Это отношения, поскольку правила отношений, система отношений меняется с возрастом. И это где человек будет жить. То есть может ли человек жить самостоятельно в квартире, или же ему нужен будет какой-то сосед или сожитель, который будет ему помогать. То есть обо всем этом нужно сразу думать наперед и рассчитывать. Да, я вот хотела, может быть, Билл захочет что-то. Do you have anything to add? Well, one, him taking me apart didn't hurt as much as I thought it might. Симон дал комментарий, что он разобрал Билла тоже на части и потом собрал обратно. And I'm glad he didn't leave parts of me in New York or California or Washington. Билл говорит, что с его стороны это было достаточно успешно. И еще он очень рад, что тоже не осталось лишних запчастей после разборки. Another thing about creating the transition to adulthood is we have to introduce the people with autism, with disabilities to society. We can't just hide them away and hope they develop into members of society while keeping them hidden in the home away from public's eye. Еще одна важная часть перехода в взрослую жизнь это то, что еще с детства люди с особенностями должны быть в обществе. Мы не можем прятать этих детей от общества и чтобы они росли в изоляции, а потом ожидать, что 18 лет они выйдут и станут такими же членами общества и будут себя в этом комфортно чувствовать. And having been in Ukraine several times now, I know that's not easy everywhere in Ukraine, it's not even easy in Kiev sometimes, but it's necessary. If we keep on trying to keep the status quo and hope we can change things, then have the kids out in public or when they're adults, it's not going to happen. И Билл знает, что во многих местах Украины это достаточно тяжело сделать, то есть тяжело выйти с ребенком на площадку, потому что общество еще не очень воспринимает таких детей. Но если мы не будем выводить этих детей, у общества не будет шанса привыкнуть к тому, что эти дети существуют. И нельзя надеяться, что в 18 лет ребенок, став взрослым человеком, вдруг выйдет и его все примут. И точно так же нельзя ожидать, что если ребенка прятали до школы, а потом вдруг он помещается в школу, где вокруг 15 или 30 или 40 в некоторых местах детей, и что все будет нормально. Поскольку ни ребенок не привык к тому, что 40 детей, ни эти дети не привыкли, что есть дети, которые от них отличаются. Just because it's not easy doesn't mean that it doesn't get, it has to get done. Just because it's not easy doesn't mean we don't do it. Да, это непросто, но это нужно сделать, без вариантов. That's the story of my life. My mother had to do things when it wasn't easy, when people were against it, when people said, it'd just be easier if you didn't have Bill do this or that or that or that. Билл рос именно так. Его мама выводила его в общество, она выводила его в школу, даже тогда, когда все в округе говорили, слушай, ну не делай нам проблем. Будет проще, если возьми его на домашнее обучение. Что тебе стоит? И ему легче, и тебе легче, и в школе легче, и все хорошо. Нет, она наставила, чтобы Билл был в инклюзии в школе, даже когда все вокруг были против. Whether it was school, church, public places. My mother would tell people, okay, if you want Bill to leave, you can leave, Bill stays. То есть в церкви, в школе, в других публичных местах, если вокруг кто-то начинал поднимать проблемы из-за того, что Билл есть, она говорит, вам не нравится Билл, вы можете отсюда выйти, Билл остается. It wasn't easy at times, because there could be tons of people against it, but she would do it anyways, because she understood it was better for me. Это было непросто, и часто вокруг было много людей, которые не хотели, чтобы Билл там находился, но она понимала, что это важно для Билла, и что это для Билла хорошо для его развития, поэтому она шла по этому пути. And many people in my life did this, following the lead of my parents, following the lead of extended family. Okay, yeah, it's not easy to have Bill in public, but we have to do it, because he can't develop separate from society, then join. He has to be part of society to be part of society. Потом подключились другие люди, то есть за мамой пошел папа, за родителями пошли другие родственниками, за родственниками пошли другие близкие друзья семьи, и все они понимали, что да, с Биллом быть непросто в обществе с маленьким, но он не может вырасти отдельно от общества и стать его частью, он сразу должен быть частью этого общества. Вот, может быть, подводя даже итог нашей дискуссии, давайте все-таки, наверное, ответим на прямой вопрос. То есть, если вот ребенка не прятать с самого начала, если вовремя поставить диагноз, если сразу же пытаться его интегрировать в общество, насколько потом этому ребенку будет проще, насколько он будет чувствовать себя лучше? Вот именно о ребенке давайте поговорим. По сравнению с ребенком, который полностью не подготовлен, ему, конечно же, будет намного проще. Давайте я расскажу на собственном примере. Моей дочке 6 лет, я не только руководитель проектов, я еще мама ребенка с аутизмом, и еще другими состояниями, которые осложняют течение этого диагноза. Вот, если не выводить, ребенок не сможет покупать продукты в магазине, не сможет перейти дорогу, не сможет самостоятельно одеться и выбрать себе одежду в магазине. Что это такое? Такие базовые вещи строятся ежедневно, мы вводим в общество. Потому что для того, чтобы купить одежду, надо осознавать то, что ты будешь находиться среди людей. Потому что интернет-магазины у нас в Украине, конечно, уже распространены, но это не всегда выход. Вот такими пошаговыми действиями мы облегчаем жизнь ребенка, потому что самая главная цель, чтобы человек жил насколько максимально самостоятельно сможет, это помочь ему максимально стать самостоятельным. И вот сейчас в районе все знают мою дочку, абсолютно спокойно относятся, у нее появились друзья, в кофейне знают, какая диета у нее, что она ест, что не ест, почему она может заплакать, и никто на это уже не обращает внимания. То есть мы идем понемножечку вперед. Сначала это двор, потом это район, и потом, скорее всего, Украина. Это на примере одного ребенка. Тоже могу привести примеры жизни. У меня брата аутист, и мы сейчас 13 лет. Когда ему поставили диагноз, он не разговаривал, вообще не общался, и мы не знали, что с ним дальше будет. Но мы с ним гуляли в парке, мы его плавно приучали к садику, он все время был в обществе. И он научился. То есть он теперь, ну, есть много очень социальных правил, о которых мы даже не думаем. Просто живем и не обращаем на них внимания. Да, например, ну вот спросить у женщины, сколько ей лет, да, считается весьма неудобным вопросом. Но если ребенок вот с этим не сталкивался никогда, как он об этом узнает? С Мишей, с моим братом, мы с этим столкнулись, я ему сидела, долго объясняла. Но почему мы с этим столкнулись? Потому что мы были в обществе, была ситуация, и на примере этой ситуации я ему смогла это объяснить. Точно так же мы были на свадьбе моего двоюродного брата, и у Миши пошла сенсорная перегрузка. То есть ему стало плохо, потому что вокруг было очень шумно, очень много людей, очень много света разного, ну, как на свадьбе. Я его вывела, потому что видела, что ему плохо, и спросила, как бы, почему ты не сказал, ну, как бы, ты же знаешь, что все можно. Он говорит, я никого не хотел обидеть. То есть он просто не знал, вот, как вешливо уйти с вечеринки. Дальше ему тоже сидела и объясняла. И это только, ну, такие базовые примеры. Таких правил огромное количество, и мы о них не думаем. И если мы учим ребенка их этим правилам, вот, когда мы сидим, например, в отдельной комнате от общества, и он с этим обществом не сталкивается, мы просто рассказываем, вот это вот так, вот это вот так, то, во-первых, мы очень много всего пропустим, а, во-вторых, у ребенка не будет практики, к чему и как это применяется. То есть так это, в принципе, не работает. Да, ребенок будет сталкиваться с трудными ситуациями, да, он будет говорить что-то не в попад, но это повод, чтобы объяснить и научить дальше. И тогда оно работает, да. Я могу как-то адресовать вопрос. Да, да, если можно. Если вы еще раз его повторите, чтобы я переговорила. Вот насколько важно с самых первых дней заниматься социализацией, включать ребенка в коллектив, чтобы потом ребенок с аутизмом, потом ему было легче в жизни, именно ему, вот, о ребенке речи сейчас. So, speaking of a theoretical autistic child themselves, just sticking in your artistic head, how important is it for them to be, like, included and socialized from the early age? As early as possible. That importance cannot be overstated because, just like everybody else, people learn to socialize from infancy, and they get a lot of practice from infancy through being a toddler, a young child, through transition age, and continuing to learn. and we're all learning as adults. So, it just doesn't make sense to cut off this early learning stage by putting that person somewhere else with the hopes that they can then come back because there will have been this huge gap in terms of time that they have not been able to socialize. Значит, это социализация вот самого раннего возраста. Это одна из, это самая важная вещь, которую только можно вот, которую только можно придумать. Потому что, на самом деле, мы все учимся социализироваться с самого раннего возраста. Вот наша первая социализация, это когда новорожденный что-то гулит, а мама ему отвечает. И это социализация, мы все учимся всю жизнь. Поэтому, вот просто логически, мы все учимся всю жизнь, а потом мы берем ребенка, мы его вынимаем, изолируем, и возвращаем через несколько лет. У него вот эти несколько лет пробела, где он пропустил уроки социализации, которые мы все прошли. И, конечно же, успешная инклюзия требует поддержку. Поддержка – это значит, что учителя, родители, работодатели, сотрудники, то есть все, кто встречается с человеком с особыми потребностями, должны об этом знать. Для того же пример, я читаю лекции школам про аутизм. Причем практически. То есть с уровня, где школа вообще ничего не знает про аутизм, до уровня, где школа уже понимает, как это выглядит и что делать с аутистом в классе. По отзывам это огромная для них разница, потому что сначала к ним приходит ребенок, они знают, что у него есть какие-то особенности, что это за особенности, что с ними делать, как с этим работать в классе, почему он делает вот это, почему он делает то, никто не знает. И у учителей начинается паника. У них кроме этого ребенка еще до 30 детей. И часто у них нет другой поддержки. То есть не информационный, они не знают, где искать эту информацию, не другой. Конечно, сейчас ребенок может иметь тьютера в классе, то есть это личный ассистент. Также школа может запросить ассистента учителя, где будет второй взрослый в классе, который может курировать детей с особенностями. Кстати, очень важный момент, многие об этом не знают. Для Украины в том числе. Это именно в Украине. Именно в Украине. То есть можно запросить такого? Можно запросить. И сейчас очень большой запрос идет также от социальных работников, именно Министерство социальной политики. Сейчас будет работать над тем, чтобы ассистентов ребенка стало больше в Украине. Социальных работников не хватает, и они не умеют работать с детьми с аутизмом. Мы недавно проводили тренинг, ежегодный тренинг для социальных работников. Увидели то, что большой пробел знаний, но огромное желание учиться социальных работников. Это большой плюс. Потому что где-то, если взять два года назад, все даже не хотели приходить учиться. Сейчас горят работать, это очень важно. И во многом они, кстати, горят работать, потому что меньше родителей прячут своих детей. Чем больше требования от родителей, тем, естественно, больше желания социальных работников и школ об этом знать. Потому что спрос рождает предложение. Родители перестали прятать детей, появился спрос на сервисы, сервисы появляются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Значит, еще одна важная часть аспекта работы инклюзив, это работа с политиками. То есть мы должны работать с политиками и мы должны от них требовать, чтобы законы соглашения, которые Украина подписала, выполнялись. Поскольку Украина подписала акт о защите прав людей с особыми потребностями, инклюзив туда входит. То есть это один из аспектов, который Билл считает, и я с ним согласна. Мы должны требовать от наших политиков и требовать выполнения от Рады. Только недавно было заседание комитета, если не ошибаюсь, и рассматривался проект закона 2031, где как раз партия Батьковщина призывала обратить внимание, что надо общественников привлекать к этой работе больше, чем на данный момент есть. Еще больше. Потому что общественники, родители с образованием само собой, они знают, как построить этот процесс быстрее. Потому что они общаются часто со спикерами, принимают участие в международных конференциях, им проще донести это так, а уже юристы могут это оформить юридически. Да, работа в паре с политиками, на самом деле, общественников с политиками, на самом деле очень классная вещь. Потому что даже если берем случайного политика, и он хочет что-то сделать, но он не знает ситуацию, как она есть. Чтобы ее узнать, ему нужно будет потратить очень много времени, чтобы узнать и то, если он лично с этим не сталкивается, он не будет знать подводные камни, подробности и так далее. Но если он привлекает общественников, мы приходим, мы знаем, что нужно. Мы говорим, вот нужно одно, второй, третий. Он говорит, окей, значит, для этого, а он уже знает процесс. Как нужно это реализовывать. Как это ввести законодательно, как это прописать, что реально на данный момент возможно. То есть есть хорошие в теории проекты, которые красиво смотрятся, но которые сейчас еще невыполнимы, потому что для них нужно сделать определенные шаги подготовки. И вот работа в паре с политиками может быть очень и очень продуктивной. And in the USA, I've been involved in processes of having to teach new politicians about disability rights. You have to sometimes start from square one with politicians. You can't just assume that your issue is going to get pressed or things are going to improve if you're not talking to all the politicians, whether or not you voted for them, whether or not you like them. Your issue is most paramount. Bill in the USA образовывал политиков, просто даже начиная с того, какие права есть у людей с особыми потребностями, поскольку нельзя считать, что все об этом знают. Есть те, кто пришел в политику, еще с этим не сталкивался, и про это не знают, и это нормально. Но именно поэтому очень важно с ними говорить, образовывать и напоминать о том, что есть эти проблемы, с ними нужно работать. неважно, вы голосовали за этого политика, не голосовали. Факт в том, что он есть, и он может что-то сделать. На первом месте стоят ваши потребности как человека с особенностями, или потребности кого-то из вашей семьи, или из друзей, или подопечных, то есть с кем вы работаете. Истин говорит, что часто, когда он говорит с политиками, ему говорят, что все вот эти адаптации образовательные, они дорого стоят. На что он отвечает, что либо вы можете заплатить много сейчас на образование, либо вы потом заплатите еще больше. Потому что человек, который не получил образование, не получил нужную поддержку, он будет полностью зависеть от социальной поддержки, он будет зависеть от каких-то существующих сервисов, и тогда то, что ему нужно будет выплатить, будет огромной суммой. Вместо того, чтобы поддержать ему сейчас, чтобы в будущем он мог работать, жить более-менее самостоятельно и зарабатывать. На это можно смотреть, как на инвестиции. Мы инвестируем деньги в образование людей с особыми потребностями сейчас, чтобы потом, когда они вырастут, они стали продуктивной частью общества, и на них тратился минимум ресурсов потом, поскольку ребенок с особенностями на самом деле требует намного меньше денег, чем взрослый человек с особенностями. И, конечно же, для прав людей с особыми потребностями нету, ну, как бы в политике все всегда сложно, но нельзя сдаваться и нужно продолжать над этим работать. оказывать давление. Украина никуда от этого не уйдет, потому что Украина взяла курс по закрытию интернатов, это произойдет, как произойдет, грубо говоря. Это тоже большой вопрос, предмет отдельной дискуссии. Да, это предмет отдельной дискуссии, но чем больше мы поддерживаем человека с аутизмом, тем меньше шансов в него попасть в такое заведение. Я вам очень благодарна. Спасибо большое за то, что вы были сегодня у нас. Спасибо за ваши персональные истории. Спасибо большое за ваши персональные истории, потому что это очень важно для людей, которые у вас такие проблемы. Я желаю успеха вашей конференции. Единственное, о чем я хочу вас попросить, возможно, люди, которые нас смотрят, не знают, где почерпнуть необходимую информацию и по результатам этой конференции, которая будет. И, может быть, вообще, если у деточек есть такие проблемы, то какие есть возможности, куда нужно звонить, куда писать, где почерпнуть какую-то полезную информацию, еще, если можно, пожалуйста, сделать. Есть фонда ДТНС Майбутнем. Нас достаточно легко найти в интернете и на Фейсбуке. И точно так же у нас есть сайт, вы через поисковики его легко найдете, где есть все наши контакты и базовая информация про аутизм. Также на Фейсбуке мы выкладываем новости про все наши мероприятия и некоторые статьи про аутизм. Также, когда кто-то из нас едет на конференцию международную в других странах, то также мы на нашем сайте, на нашем Фейсбуке выкладываем эту информацию. Также информацию про аутизм вы можете найти на сайте Autism.ua на странице в Фейсбуке Ассоциации Child.ua вы можете звонить, обращаться. Телефон есть в открытом доступе, поэтому обращайте внимание также на мероприятие. Совсем скоро пройдет благотворительный концерт Евгения Хмары, который является волонтером Autism Friendly Space и который будет выступать спикером на этой конференции. Поэтому следите за обновлениями и приходите субтитры. Я вернусь в регионе в 2020. Я буду внести в большинстве в последнее время. Я буду путешествовать в следующем году. Если вы хотите мне-то, в вашем школе, в вашем школе, или вы хотите работать вместе с вашим родом, в вашем роде, пожалуйста, подшую Ара, или Чида в УАЭ, Чида в Афуте и Афуте и Афуте и УАЭ, по выборам, вы будете в следующем году. Билл Петерс будет в Украине в январе 2020 года и будет в Украине в течение всего 2020 года. И если вы хотите, чтобы он приехал к вам в школу, в церковь и рассказал вам про аутизм или же проконсультировал вашу семью лично, то вы можете связаться с фондом ДТНС Майпутнем, либо же с Аутизм.юа, чтобы забронировать встречу с Биллом. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, что эта информация будет вам полезной. Еще раз вам спасибо огромное. Оставайтесь с нами. Это был Укра Лайф ТВ. Продолжение следует...